всем привет мои дорогие друзья добро пожаловать на мой канал светлана рай на даче дорогие друзья на выходных я сеяла цинию был более или менее благоприятный день это было воскресенье и хочу конечно уже показать вам результат хочу показать какие цинии я сеяла это очень красивый яркий солнечный цветок всегда украшает нас наш сад растет на хорошо дренированных землях с нейтральной кислотностью дорогие друзья очень украшает и цветет практически все лето и вот такие сорта я посеяла очень-очень много сортов это и вишневая королева и забылина и вот такие фиолетовая фея и крупноцветковая розовая вот такая вот оранжевая и калифорнийская смесь прошлом году я села только калифорнийскую по моему извините только калифорнийскую смесь и кстати вот именно от фирмы элита очень 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 они хорошо были схожи и очень красиво цели можете посмотреть в летних видео очень обильно красиво очень они крупные высокие очень мне понравилось также дорогие друзья кроме крупных я посею еще вот такие небольшие конфетти это чтобы добавить красивые краски в ноги высоких цен и чтобы земля не пустовала не росли сорняки они небольшие всего 30-40 сантиметров формирует такой компактный кустик очень обильный здесь тоже разнообразие оттенков и друзья обязательно посадите ценю кто ни разу не сеял по по сети она очень неприхотлива практически никакого ухода за ней не надо кроме полива один раз подкормили посеяли и прекрасно она себя чувствует не боится никаких невзгод и не дождей не ветров прекрасно себя чувствует единственное что когда циния значит подрастет ее нужно будет прищипнуть итак дорогие друзья я надеюсь вы все полюбите этот очень красивый жизнерадостный цветок и так в воскресенье я сеяла цинии у меня грунта не было и я вышла из положения и вот вы видите они уже очень шапкой все взошли буквально на второй день как всегда дорогие друзья еще раз я вам повторяю как я сею ну практически кроме значит мелких вот семян что я делаю я очень люблю замачивание семян буквально но если нет времени минут на 30 можно чуть чуть побольше но делами пока делаете на кухне там моете посуду между делом замочили в стаканчике семян добавили буквально ну и pin extra вот я буквально две капельки всегда добавляю или одну зависимости от того как какой объем у вас жидкость на объем бывает всегда небольшой зачем вам много воды вот и замочила грунта у меня не было но я вышла из положения так как мне необходимо было посеять цинии у меня был вермикулит я насыпал он такой мелкой зернистой фракции я насыпала на дно плошки вермикулит очень хорошо его пролила теплой водой и поверхностно распределила семена закрыла вот так вот крышкой и поставила на подоконник прохладный прохладный в спальне так как у меня все подоконники вы сами видели заняты полностью рассады рассада уже просится на дачу конечно и почему я именно села дома друзья у нас очень холодно пришли холода сейчас температура опустилась до 0 градусов на дачу я естественно вот съездила посмотрела капусту капуста зашла бархатцы там зашли прекрасно а вот поедем с вами на дачу с в скором времени ближе к выходным и конечно же все я вам покажу дорогие друзья и я чтобы не тратить время думаю посевка я цене дома так как азни занимает ну чё тут вот эта плошка небольшая и посеяла на вермикулит а сегодня я купила грунт теравита очень такой вот пышный все его прекрасно знаете кто пользуется теравита цветочный грунт я люблю и сейчас что я сделаю вот эти росточки которые вы видите какие сильные прекрасно зашли я просто возьму друзья и вот так вот миличка присыплю присыплю земелькой земля влажная я даже поливать ее не буду вермикулит там тоже влажный земля даже прохладная вот вот таким слоем а потом когда они зеленые росточки появится я ищу подбавлю землю это вот я рассказываю для тех друзья конечно у кого теплое сейчас время конечно же ценю можно и сеять и прямо в грунт если на стоит конечно у нас же разные регионы нашей страны а я рассказываю про наши сибирские регионы да и не только потому что в подмосковье тоже сейчас холодно и в ленинградской области холодно и поэтому вот можно выйти из положения вот так вот допустим на дачу вы не едете а рассаду надо уже время пришло посеять вот посеяли вот так сделали и снова закрыли колпачку не смотрите что он у меня такой этот не очень такой новенький это старые я взяла на даче вот и вот так закрыли все и поставили опять туда же она светлое место вот вот так нужно быстро выйти из положения и посеять прекрасные цене во-первых у вас рассады уже будет в мае и и в конце мая можно уже будет если конечно не будет холодов и заморозков и она уже концу мая будет у вас прекрасная рассада а в июне так вообще она будет прекрасная сильная росла и ее можно будет уже начале июня как раз миную все заморозки все это можно определить будет в грунт не боясь уже вот к если сейчас ждать вот когда же придет тепло а чего ждать нечего нам ждать мы привыкли сеть все пораньше несмотря на капризы наши дорогие друзья природы вот такое сегодня друзья видео про цене так что всем советую этот наикрасивейший замечательный очень интересный цветок семена стоит внутри копейки а красоты очень много они напоминают вот вот такие вот как лишнего королева так они напоминают просто георгины очень напоминают а ухода за ними практически никакого никакого вот просто при высадке что я делаю я обязательно добавляю при высадке рассыпаю удобрения чтобы мои цене на протяжении всего лета там надо совсем немножко я пользуюсь удобрением осмокот и прекрасно они у вас будут свести и радовать вас все все лето дорогие мои друзья вот такое сегодня у нас видео про цене еще дорогие друзья что еще я значит посеяла давайте цене уберем так что вот смотрите если у вас нет грунта еще раз напоминаю значит насыпьте хотя бы полтора сантиметра вермикулита но если нет хотя бы сантиметр хорошо его промочить и дождитесь пока он разбухнет теплой водой промочить и можно даже горячей ватой еще лучше сухие семена или замученные распределите по поверхности я еще раз вам напоминаю что я замачивала семена в растворе эпина и на следующий день они замечательно у вас зайдут но и или через два дня если вы не замачивать их не будете сухими семенами и и потом росточки вот эти присыпите пышным грунтом когда купите и прекрасно они у вас дома подрастут чуть-чуть вот вылупятся скажем так зеленые эти росточки а потом потеплеет и можно их увезти конечно на дачу все это легкий лоточек никаких трудов не затратите далее дорогие друзья решила объединить видео потому что видео будет такое небольшое коротко что еще дорогие друзья я села можно сказать замачивала семена в эти выходные друзья я замачивала тыквы арбузы дыни так как значит я очень люблю эти культуры особенно тыквы без тыквы я не представляю свой огород тыква у меня растет всегда разных сортов вот сейчас про сорта я вам расскажу какие тыквы очень вкусные питательные делаю супы очень они полезны и рагу ну вот и цукаты вот все что можно и варенье даже дорогие друзья и до сих пор у меня еще лежит тыква на балконе я ищу 1 2 тыковки я еще их не осилила и не съела в этом в том году прошедшем сезоне 23 года у меня был но просто ошеломляющий урожай прекрасный урожай и так дорогие друзья какие сорта я вам посоветую те кто новички пожалуйста вот такие замечательные зимняя сладкая она у всех удается лежит очень хорошо лежкая мякоти не такая яична желтая очень мучнистая вкусная сладкая вот я вам хочу показать она вот такого же цвета как и у прованской тыквы семена прекрасно всходят от разных фирм я вот люблю от русского огорода мне тоже нравится от семена сибири тоже села зимняя сладкая прекрасная тыква а вот от уральского дачника есть еще такая тыква крошечка хаврошечка или крошка дорогие друзья это тоже очень хорошая тыква в не повышенное содержание каротина она вырастает но не очень таких огромных размеров до 3 килограмм но у меня она вырастала больше где-то килограмма наверное на 4 прекрасная тыква очень вкусный из нее получается суп и друзья просто запекать ее в духовке но просто одно удовольствие вот так что возьмите себе на заметку также еще один популярный очень вкусный неприхотливый сорт это волшская серая она такие кидает плите образуют плите можно плите ограничить и прекрасный скороспелый это сорт плоды светло-серые но внутри у нее очень вкусная тоже такая желто-оранжевая мякоть дорогие друзья а вот так что всем рекомендую вот такая у нее мякоть также дорогие друзья вот такие оранжевые тыквы они тоже очень хороши и кто любит вот такие вот красавицы желтые оранжевые вот у меня в прошлом году по моему 100 фунтовая была желтая я уже не помню или витаминная у меня кстати картинки здесь нет но вот поверьте мне на слово можете кстати посмотреть видео друзья какие тыквы у меня вырастают меня тыква любит и я люблю тыкву мы взаимная у нас скажем так любовь с этой культурой мы друг друга любим и прекрасно они у меня удаются итак дорогие друзья по моему про тыкву я вам все сказала какие замечательные сорта так что запомните зимняя сладкая кружка кстати еще не сказала один очень хороший сорт называется сейчас я вам скажу ой нет у меня здесь ее по моему ну да нету сейчас я вам скажу называется забыла забыла дорогие друзья забыла название пышка 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 вот название пышка у нее пышка не помню как называется но в общем запомните там из двух слов состоит название последняя пышка особенно она семена по моему от сейчас я вам скажу кто это у нас был так семена сейчас скажу забыла как нас от гавришь по моему семена сдобная пышка друзья вот наконец-то вспомнил вот видите с памятью потому что очень много семя вот как увидите сдобную пышку покупайте это прекрасная тыква и она порадует вас замечательным вкусом особенно хороша она в духовке не такой ореховый привкус такая маслянистая вот это мякоть особенно удаются вкусные из нее супы пюре вот еще раз к запеченное в духовке особенно потом запечешь польешь медком но это вообще не оторваться и так дорогие друзья еще я повторить решила в прошлом году я первый раз выращивал арбуз бедуин f1 да и решила повторить но вот купила семена и в прошлом году у меня вот вот в этих пакетиках были они такие небольшие маленькие семена сейчас я вам покажу какие они были вот такого плана семянки вот это уже мои семена от арбуза не знаю это же гибрид но хочу кстати замочить их свои семена попробовать а сейчас а сейчас я вот тут уже замочила сейчас я вам покажу они вот такие крупные не знаю бедуин это или не бедуин но все равно жду сходов и так друзья напоминаю что я замачивала семена воскресенье это был более или менее удачный день а вот еще замочила я вот такие прекрасные дыни дыня карамельная дыня сказка дыня ароматная медовая а вот таких три штуки дыни это очень скороспелые сорта здесь хвалят эти дыни не знаю я дыни еще не выращивала но мне очень захотелось в прошлом году я выращивала на пленке свой арбуз и в этом году я точно так же хочу повторить и выращивать уже дыни на пленке и арбуз тоже и так друзья сейчас я уберу здесь в сторонку семена и покажу у меня уже некоторые семена начинают прорастать раскрываться вот здесь я замочила кстати уже своими семенами у меня очень много своих семян тыквы они уже надулись вот-вот проклюнутся вот-вот еще раз хочу показать эту и наверно вам загородила и вы не увидели видите как они надулись тыквы просто вот одна сладость крупные большие вкусные и вы точно так же можете один раз посадив а это вот я уже магазинные семена замочила вот они тоже кстати надулись замочила как всегда друзья в растворе эпина у меня не хватило дисков закончились диски я в тряпочках замочила но это ничего страшно сильно много воды не лейте умеренно иначе они у вас проквасятся вот так же замочила арбузики так давайте посмотрим дыни в каком состоянии дыньки дынька проросла друзья вот видите росток появился значит что я делаю как только появляется такой росток я не жду другие я сразу определяю вот такие 500 миллилитровые стаканчики наполняю до половины значит делаю такой отверстие проливаю теплой водой кладу семечко и чуть-чуть при и присыпаю грунта вот именно до половины потом процессе роста я всегда подсыпаю грунт вот так и не надо ждать семена как только появилась значит проклюнула семечко здесь еще и не проклят дыни видите разных сортов какие быстро проклюваются какие семена не очень и вот кстати не все семена хорошие ну будем ну какие-нибудь да вырастут я так думаю друзья вот еще раз я хочу сказать что я буду замачивать попробую замочить свои семена арбузика посмотрим что получится хоть это и гибрид был вот дачники же всегда экспериментаторы и поэтому надо все экспериментирует получится так получится не получится будем знать а вот потому что семян здесь моих они вызревшие очень хорошие очень прекрасные и так друзья я вот так вот положила вот в коробочку тоже в растворе все это и пина у меня смочена и вот так и поставила их в теплых комнатные условия и сейчас проросшие семена я буду потом определять в грунт вот и все ничего здесь сложного нет попробуем конечно друзья с вами как у меня будут в этом сезоне получится не получится дыне но я очень очень хочу хоть маленькие но вот эти вот кстати вот одна карамельная так она вообще очень крупная до 4 килограмм вырастает но я вот смотрела какой-то сайт наши сибирские там столько дыни они растут просто в открытом грунте друзья и я думаю что под пленкой то им будет очень тепло и я думаю что они просто вырастут спокойно будем пробовать все надо пробовать вот вот такое было друзья небольшое видео так что сейчас благоприятный день будет можно продолжить пассив 25 где-то ближе наверно к вечеру друзья 25 число там луна у нас будет скорпионе и поэтому я вот посею замочила семена пораньше 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 но вы смотрите сами дорогие друзья потому что уже луна будет убывать и расти она начнет только в мае в мае ну а про благоприятные дни мая конечно же я вам сделаю отдельное видео итак дорогие друзья еще можно замочить тыкву два вот сейчас не надо сегодня допустим не надо 23 24 не делайте этого потому что у нас полнолуние на полнолуние никто ничего не занимается никакими работами они замачивают не сеять семена поэтому я вам рекомендую сделать это числа 25 ну где-то ближе к вечеру вот во второй половине дня там уже будет у нас луна скорпион скорпиону очень плодовитый знак несмотря на то что будет убывающего на можно будет замочить семена арбуза тыквы поставить вернее на проращивание но потом прорастут и вы определите в стаканчики как я вам сказала заполняете половина объема 500 миллилитровый стаканчик если нет 500 миллилитрового можете взять 200 миллилитровый пока они маленькие можно там проращивать я так и делаю в прошлом году можете посмотреть прошлогоднее видео как я выращивала рассаду и какая она прекрасная у меня получилось тыквы арбузы вот прошла прошлогоднее видео зайдите в апрель месяц и там вы увидите видео итак дорогие друзья вот такое видео совместила я вместе с цветами а так что проращиваете и выращиваете красивые цветы выращиваете тыкву все это и для души и для пользы нашей а на этом я свое видео заканчиваю друзья мои спасибо за ваши лайки комментарии и подписки очень жду ваших комментарий кстати я заказала небольшие товары для сада и огорода на вал борис и они уже едут мчатся и я обязательно поделюсь с вами то что я купила на вал борис дорогие друзья на этом я заканчиваю свое видео всем отличной хорошей погоды к хорошего настроения прекрасных солнечных деньков и на и скоро у нас вербное воскресенье дорогие друзья с наступающими праздниками вас и желаю отличных вам посев и будущих хороших урожая всех вас люблю и до скорой встречи мои дорогие любимые друзья всем пока пока пока